Строить жилье детские сады и школы в Самарской области объявлен курс на улучшение качества жизни людей. Чтобы сделать жилье доступным, региональные власти поставили высокую планку. Строить один квадратный метр на жителей области в год. Таким образом, к 2020 году жилье станет доступнее во всех смыслах и по стоимости в том числе. Итоги социально-экономического развития региона подводят сегодня в Губернской думе. Одно из важнейших направлений – поддержка семьи, материнства и детства. Был период тогда, когда были огромные очереди в детские сады. И у нас в регионе даже в 2012 году была очередь 23 тысячи ребятишек стояли в очереди. В конечном итоге мы эту проблему в основном решили. Потому что работала программа по строительству детских садов, работали проекты детские сады-дети. И опять же, я говорю за то, что главой региона предприняты все возможности привлечения федеральных средств для решения этой проблемы. Более 200 миллиардов из федерального бюджета удалось привлечь в регион за последние пять лет. Самара начала меняться на глазах. Регион развивается динамично во всех сферах. Строятся дороги, создаются новые производства, в том числе и с иностранными инвестициями. Впервые за четверть века в Самаре построили три школы. В плане еще школа строится. Тысячеместная школа строится будет в районе, где улица Гая здесь, и она уже закладывается. И в Кировском районе планируется строительство школы в сельской местности. Позитивные изменения региона нравятся жителям. На встречах с губернатором и другими представителями власти люди благодарят Николая Меркушкина и поддерживают его политический курс. Однако есть и такие, кто перевирает факты и вносит тем самым смуту в умы людей. Люди в основе своей понимают, понимают, что есть какие-то силы, которые противодействуют, а причины могут быть самого различного характера. Я позволю сказать о том, что, ну, вы что думаете, всем нравятся вот те шаги и те меры, которые принимаются губернатору по наведению порядка? Когда, когда, скажем, принимаются меры для того, чтобы, скажем, не расстался областной бюджет, когда, скажем, сметы режутся наполовину, на 1,3 стоимости, это всем нравится? Но региональные власти сдаваться не планируют, говорит Виктор Сазонов, и продолжат работать на благо области. Марина Матвеична, Сергей Баскин, События.